Не крашена у него только дверь водительская. Вернулся с тюрьмы, не средств к существованию. От родных сидений остались здесь уже одни только уши. Мы видим, все залито. Вот здесь вот видны следы от стапеля. Машина лупленная в лицо. С крашенными лонжеронами. Дверь с каким-то внутри коричневым отливом. Но самый большой прикол это покрыши. Уже все варено, переварено. Я думаю, им все равно не подойдет. Перед у нее черный, большая часть черный, а зад у нее синего цвета. Нету заводских точек. Имеем диффузор радиатора. Разломанный. Друзья, а долго по времени еще? Не надо. Эта машина в этой тяжелой родственной связи. И сидений нет вообще в наличии. Друзья, всем привет. Насобирали некую череду неудачных моментов разных наших экспертов. Ну как неудачных. Неудачных выборов. И в том числе и трешняковых. И хотя, что греха трейд. И тут все машины, которые здесь представлены, можно смело называть разного рода трешняком. То есть у каждого трешняка, откровенного такого, что из кусков собран здесь, хотя посмотрим. Едем на мой район, где я вырос в Киеве. Это Воскресенко. Там продает Мазда. Человек продает Мазду свою, на которой ездила жена, а будет показывать друг. Пока начало мутной истории вот такое вот. Ну сейчас приедем, посмотрим, что там вообще с этой Маздой. И по исходящим данным машина должна быть неплохая. По крайней мере в Америке у нее был поврежден бампер и переднее левое крыло. А там, сейчас посмотрим. Причем фара целая, капот целый. Сидим, ждем. Уже минут 10 на Воскресенке. Вспомнилось, как я тут на мотоцикле от доблестной милиции тогда еще текал. Молодой был, совсем зеленый, 14 лет. Сейчас вообще такое творил, вообще непонятно для чего. Сейчас бы совершенно вел бы себя по-другому. Бампер отличается от крыла задних, хотя удар у нее был вперед. Еще у нас водичка есть, катализаторы у нее стоят. Бампер у нее задний крашеный. Крашеный очень хреново, с потеками. Такими аж висящие капли. Вот такой вот ремонт я предполагаю, что все-таки делали в Америке. Потому что в нашей стране хоть много таких, не очень, короче, много косоруких мастеров, назовем это так. Но даже у нас вот таких вот потеков никто не оставляет. Почему не оставляет? Да потому что это все дело срезается, это дело подполировывается и делают у нас это классно. Я не верю, что это украинский почерк. Коснутая задняя левая арка. Двери у нее не снимались. Крыло вот это Тайвань. Тайвань, да? Да я на видео рассказываю. Бампер у нее. Я так понял, что с разборки нарастали. Да, ли вы не знаете? По цвету он тоже слегка отличается, пляшет. Ну и да, чуть-чуть плохо. А? Чуть тяжело. Ну чуть-чуть насосу тяжело. Заглушка другого цвета. Но самый большой прикол это по крыше. Не знаю, споймает камера или нет. Как будто что-то падало. Вот здоровая вмятина. Сзади вообще все пожмякано. Сейчас я попробую обойти вокруг, для того, чтобы было видно и ясно, понятно. Вон многочисленные вмятины. Вот. Вон, вон. Ну, в общем, как-то так. Осмотрели Мазду. И, ну, такая она. Крыша у нее помят. Вот если бы не крыша, была бы, ну, пипец интересная машина. У нее продают крыло Тайвань. Бампера у нее разные. Задний бампер крашеный. Но цена у нее привлекательная. И что-то она с первого раза не запустилась. И двигатель как-то так начал. Тан-дан-дан-дан. Просаживаться, работать. Ну, в общем, такое. Неинтересное. Хотя, хотя недорогая. Но крыша у нее помятая. Пипец просто. Бампер задний крашеный. Такой, как будто вот просто его налили лака. Даже не с распылителя. Вот так фигнул какой-то пьяный практикант. И все. Ладно, поехали дальше. Сейчас попробую объяснить сложность сложившейся ситуации. Обратилась к нам девочка. Ну, как девочка. Женщина уже. Она все-таки замужем. Значит, уже женщина. Так вот. У этой женщины есть муж. У мужа есть сестра. У сестры есть муж. У этого мужа есть крестница. У крестницы есть муж. А у этого мужа есть брат, который вернулся с тюрьмы и продает недорогой автомобиль 9-й Ланцер по стоимости 9 тысяч. 4 тысячи восемьсот... Э, 9. И какой 9? 4 тысячи восемьсот долларов. Я запутался. Сейчас еще раз. Девочка обратилась. У нее есть муж. У мужа есть сестра. У сестры есть муж. У мужа есть крестница. У крестницы есть муж. И у этого мужа есть брат, который вернулся с тюрьмы. То есть, понимаете, сложности этой ситуации. И вот едем смотреть этот прекраснейший недорогой автомобиль. А, еще момент. А продает он этот автомобиль только потому, что у него вернулся с тюрьмы, нет средств к существованию. Машина якобы ему не нужна. В общем, только по этой причине продается этот автомобиль. Девятый лонцерд за 4 800 с крашенными лонжеронами, стаканами, варенными. С такой резиной. Не крашена у нее только дверь водительская и крыша. Багажник у нее синий. Крышка багажника и сам багажник тоже синий. Хотя машина черная. Тут шов. Сварной однища. Уже все варено, переварено. По понятным причинам мы этот автомобиль не стали смотреть дальше. Ну, если непонятно почему, объясняю. Машина сама черная по документам. Перед у нее черный, большая часть черный, а зад у нее синего цвета. Ну, то есть, понятное дело, что мы уже имеем дело с Франкенштейном. И еще минус заключается в том, что ключ обещали принести минут через 15. То есть, ключа на момент осмотра кузова у нас не было. Поэтому запустить двигатель, откатить назад, широко открыть дверь и посмотреть нормально автомобиль не представлялось возможным. Но уже и этого было уже достаточно, чтобы понять, что стоп, не надо. Эта машина в этой тяжелой родственной связи. Ситуация следующая. Едем в город Белая Церковь на осмотр автомобиля Renault Renault Megane. Популярный автомобиль, приемлемая цена. Это продает не перекуп, это продает собственник этого автомобиля, который ездил на нем практически два года, без малого два года. Он сразу сказал, что купил автомобиль, там крашено заднее правое крыло, легкий подкрас по задней правой двери. И, в общем-то, и все. Машина сама по себе идеальная. И да, это действительно собственник. Смотрим. Друзья, важное объявление. В прошлый раз, в прошлом видео, когда я запустил идею самого автоподбора, самого школы автоподбора, так вот, первые два дня не было вообще практически никакой реакции. И зато потом пошел такой резонанс, что теперь я уже точно для себя понимаю, что школа автоподбора, она точно будет. Для тех, кто не в курсе, я поясню. В прошлом видео мы зацепили тему создания школы автоподбора, в которой я смогу научить всех желающих тому, что умею я, и тому опыту передать тот опыт, который мы собрали с командой за 8 лет. Ведется уже и ряд работ. Вопрос в следующем. Вы мне очень сильно поможете, если скажете, в каком формате это должно быть? Это должно быть онлайн или это же должно быть оффлайн? У нас сейчас идут офигенно здоровые баталии. Поэтому, ребята, напишите в комментариях, для вас это оффлайн или это же онлайн? Значит, по автомобилю все, как и заявлял парень, там действительно она нормальная. То есть, действительно заявлено, что подкрашена задняя правая дверь, что украшено заднее правое крыло. Он действительно ее лелеял, он действительно за ней ухаживал. В общем, по сущности, Рено оказался битым в заднюю часть. В корму назовем это так, чтобы не называть слово жопа. Хотя, а можно такое слово говорить? Не. Че не? Типа, детям запрещают слово жопа говорить? Только мне не разрешают слово жопа говорить. Нет, жопа есть, а слова нет. Автомобиль битый в заднюю часть, то есть в корму автомобиля. И снаружи этого нифига не видно. То есть, снаружи сделали молодцы. Парни хорошо отработали, замечательно. Но если посмотреть в середину, то заводских точек у него по краям нет. И не то, чтобы по краям только, а вообще по периметру нет. Но надо отдать должное то, что эту машину собрали с нормальных запчастей. То есть, там стоит задняя панель оригинальная, но видно, что меняли все. Вся задняя панель, она заменена. Здесь видны следы от стапеля. В общем, машина хорошо, но ремонтированная. Когда машина ударенная, в очередной раз, ребята, акцентирую внимание на том, что ударенная машина, она должна стоить ниже, чем заявлено, что она неударенная. Вот в этом все и дело. Так уж сложилось, что люди, которые технически образованные, те, которые там с детства сидели с учебниками, те, которые любили крутить гайки в машинах, они немногословные, они очень тяжело говорят, они, ну, такие, не очень коммуникабельные. Именно такой наш парень Роман. Как специалист, как технарь, он очень классный, но на слова он очень тяжелый. Но, тем не менее, все равно сюжет интересный. Мазочка CX-7. Разовый осмотр, который хотелось бы провести. Но есть всякие, но... Это облазит, пары разные. Заявлено, что она 2009 года, хотя по факту она 2008 года. Ну, такое часто бывает, это нормально. Заявлено, что оригинального пробега 140 тысяч. Машина на газу. Машина имеет 7 мест. Машина имеет несколько косметических подкрасов. Всего лишь 2 собственника. И все это чудо, вся эта радость всего лишь за 10 с половиной тысяч. Естественно, привлекательно. И по истории машина эта вообще нигде не бьется, нигде. Чен-ченарем такое впечатление, что она действительно где-то долго стояла или мало ездила. Вот такая вот история. Китайская лодовая. Уже там засверливая. Это китайская. Это родное. Родное. Багажник не закрывается с кнопки. Только открывается. И нету седьмого ряда сидений здесь. Ой, с шестого и седьмого сидений. Здесь стоит газовая установка. Это только ее снимать. И сидений нет вообще в наличии. 168. 140. Дверь. 88. Здесь вот так вот. Открылок. На санкарезах. Ой, тормозных дисков почти нету. Передних. 145. 123. 83. 91. Крыша 80. У этого автомобиля заявлено, что подкрашено всего лишь два бампера. То есть имеет косметические подкрасы. Окей, нехай будет. Но цифры на металлических деталях, они везде разные. Когда есть сомнения, нужно всегда смотреть крышу. Потому что крыша зачастую она просто не окрашенная. Хотя и это не всегда так. Что касательно показаний, которые должны быть, то с завода оно идет 85-120 микрон. Вот это вот нормальное значение. Все, что ниже, это может быть сполировано. В оконных проемах оно меньше. А все, что выше, это, естественно, следующий окрас. Да и фиг с ним, казалось бы. Крашено и крашено. Ну, окрашено, ничего страшного с этим не поделаешь. Потому что машине все-таки уже много лет. Но кто наблюдательный, тот уже увидел, в чем там западло. Здесь ржавые болты скручены. Что-то все разбирали. Обмалеванно. Здесь топорщица. Здесь тоже так на саморезиках. Зато серебрянкой покрасили. Дверь с каким-то внутрикоричневым отливом. Ну, 50. Здесь вот ржавчина. 200. Покрашенная крышка багажника. Перекрашен багажник. Покрашен с баллончика прицепного. Ой, е-е, какая ржавая. О, покрашена серебрянкой. В общем, заявлено, что у автомобиля есть несколько подкрасов. Он не требует вообще никаких вложений. Хотя, по факту, мы видим, что это вообще не соответствует действительности. Особенно, что касается днища. Оно вообще, ну, ржавое-приржавое. И, ну, в общем, ценности у этого автомобиля нету. А такой, как и не заявлено. Дверь так же освежалась. А это тоже крыло. Сашка крылоочкой. Тоже куча саморезов. Здесь нет. Вот. Вот. В таком состоянии сидушки. Не очень-то выглядящие. На 140 пробег. Куча всего тут отломана. Вся в силиконе. Порванная сидушка. Тоже сжавые болты. Мы вилим. Все залито. Ржавчина. Какие-то понаклеиванные хреновины. Тоже ржавчина. В общем, так закрашивали. Она уже опять вылазит. Тут все протерто до дыр. Но руль здесь перешит. Надпись AirBase засаленная. Сервис. Даты уже не видно. Ремень еле-еле поднимается назад. Ой, по потолку тут что-то ковыряли клеем. Приклеивали эту фигню. Слушайте, а долго по времени еще? Да нет. Уже все. Уже все. Я ничего не имею против машин, которые подготовлены под продажу. Которые там где-то подкрашены. Которые где-то что-то подделаны. Здесь честь и хвала тому парню, который особо ничего не скрывал и не мешал при этом. Вот за это ему отдельное большое спасибо. Я имею в виду парня, который продавал автомобиль. Вы так, чтобы не просто так выехали, вы же снимете. Я думаю, им все равно не подойдет. Что газ, что 7 мест. Да, газ, метан. Не хватает крышек на фару. Какие-то ксеноны. Ксенон? Ксенон. Светки ксенонов. Ладно, да. Спасибо. Да, 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 Сергей Викторович. Я чувствую, что не может выйти сзади. Если вдруг кто не понял, я поясню. Значит, Мазда заявлена 7 местные. По факту мы имеем 5 мест кастрированы и невозможность их поставить. И даже скажу, больше сидений тупо нету. Они где-то ушли в страну пролюбленных мест. Местов. Как правильно сказать? Короче, ценности у этой машины нету в сравнении со стоимостью. Поэтому машина это не подходит. Да, и по поводу 140 тысяч пробег. А ну-ка скажите, парни, которые более наблюдательны, действительно ли с такими потертостями эта машина может иметь 140 тысяч километров пробега. Не могу оставить без внимания еще один автомобиль. Данная заявка это выездная диагностика. То есть это когда мы приезжаем к автомобилю и даем экспертную оценку этому автомобилю на выезде. Таким образом человек экономит время и все остальное. Если очень коротко, то это сравнение того, что заявил продавец с реальным техническим состоянием автомобиля. И вот так ли это? В этом случае мы имеем Toyota в заявке. Toyota Fortuner машина 2007 года с пробегом в 120 тысяч километров. Ну, это мы еще сравним с тем, что заявлено. По факту человек утверждает, что его автомобиль среди представленной всей безликой массы машин на момент продажи их было 28 Toyota Fortuner, которые продавались по Украине. Его машина самая лучшая. Мы выяснили, что данный автомобиль он не был зарегистрированных в ДТП, по крайней мере в страховых базах. По нему нет ничего. По нему не производились расчеты стоимости по ремонту. По этому автомобилю нет залетов в базе МВД. Она чистая по CarVertical, она чистая по автономерам. По официальной истории эта машина тоже приблизительно чистая. То есть, есть некая история первых лет обслуживания до 2010 года, а потом эта машина побольше на официал никогда не заезжала. Первое, что смущает, это то, что на автомобиле паялся бампер. То есть, он сломан, и мы понимаем, что машина лупленная в лицо. Это по всему периметру. Вот этот кусок золома. Дальше, если заглянуть в середину, то можно увидеть погнутый усилитель бамперов. Имеем диффузор радиатора разломанный. Новый никто не поставил. Имеем переднюю панель, тоже рихтованную. Уши на фаре они обломанные. Ну, надломанные, скажем так. Дальше, передняя панель также погнутая и отрихтованная обратная. То есть, вот эту верхнюю часть не поставили новую. Решетку прикрутили прямо к фаре строительным саморезом. Ну, что сказать, хороший ремонт. А здесь был болт, и видать он, а нет, здесь тоже с этой стороны прикручено саморезами. Ну, точно так же, как и эта фара. Хотел бы обратить внимание, что этот автомобиль, он заявлен практически по самому верху рынка. И, в моем понимании, да и в понимании любого человека, который продает автомобиль, а после слов, когда заявлено, что имеется подкрас только лишь одной детали, а с учетом того, ну, да, она подкрашена, бампер там действительно подкрашенный, но он разваленный был, он собрали его обратно, сшили, спаяли, при этом даже не удосужились выровнять сами усилители, погнутую панель просто чуть-чуть отрихтовали, прицепили на саморезы решетку, на саморезы прицепили фару, вот такой вот автомобиль. Фара у этого автомобиля уже потресканная, то есть полировкой обычно здесь не обойдется, здесь уже в самом полипропилении имеются трещины. Крыло, крыло крашено дополнительно, вот видно по слою ржавчины, который вышел, и видно по сколу, который сверху был подкрашен, неудачно прилегающие арки, но это опять-таки вследствие удара. Капот у этого автомобиля точно так же уже снова крашеный, а вот крыша у этого автомобиля в заводских значениях, крыша здесь не крашеная. От родных сидений остались здесь уже одни только уши, то есть на 120 тысячах сидение уже перешит. Задняя крышка багажника, это идет уже окрашенный элемент, хотя еще раз акцентирую внимание, что машина окрашена, только один элемент и это бампер. Крыша, она хотя и в оригинальном окрасе, но имеет удары от падения чего-то, либо каштанов, либо яблок, либо еще чего-то. Задняя правая дверь имеет цветы вторичной окраски. Пластик в заднем правом проеме уже протер краску, протер грунт, дотер до металла и этот металл уже начал ржаветь. А как мы все знаем, процесс коррозии он необратимый. Нижняя часть пластиковой арки где-то ушла в страну потерянных вещей, то есть она отглавалась и человек пока не купил новую. Передняя правая дверь имеет следы вторичного окраса с элементами шпаклёвки. Тут получается крашенных элементов у этого автомобиля еще на одну больше, чем заявлено. У этого видео слишком много брака по звуку, поэтому оно не полностью. Хотя там и задние поломанные фонари, есть еще что показать, но машина позиционируется сука поверху рынка. Мы не можем рекомендовать этот экземпляр поверху рынка. Да в принципе мы не можем варитки надавать. Хотя с другой стороны я точно понимаю, что жизнь у этой машины будет, потому что силовой каркас у нее абсолютно целый. Но не за этот ценник. Друзья, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. А с вами был Николай Тарануха, Хоккей, в компании Одинавто. Всем удачи на дорогах, всем пока-пока. Пошел разрабатывать тему для школы. Субтитры сделал DimaTorzok